МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир Амурского областного телевидения продолжает выпуск новостей. В студии вас приветствую. Оксана Холдова, здравствуйте. Вначале основные темы. Масса 1500 тонн, высота 80 метров. На Амурском газохимическом комплексе установлена крупногабаритная колонна пиролиза. Не только для чтения, 8 амурских библиотек модернизируют в модельные центры. Школа для учителей. В Преамуре открылся третий в России центр непрерывного повышения педагогического мастерства. Проезд для всех видов транспорта на участке федеральной трассы Амур-Четахабаровска в Магдагачинском районе восстановлен. Движение осуществляется в реверсивном режиме. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Из-за сильных дождей в 15 километрах от поселка Сиваки возникла угроза размыва земляного полотна в районе водопропускной трубы. 23 августа в 18.40 было принято решение о закрытии движения для всех видов транспорта. В реверсивном режиме участок трассы открыли через 6 часов. В ходе аварийно-восстановительных работ было отсыпано 312 тонн скального грунта. В процессе выполнения работ было задействовано 8 единиц спецтехники и 15 человек. К часу ночи 24 августа по Амурскому времени движение для всех видов транспорта было восстановлено в реверсивном режиме. Между тем, ситуацию с дорогами в регионе обсудили в правительстве области на заседании КЧС. Сейчас на территории 4 муниципальных образований без транспортного сообщения остаются 9 населенных пунктов. Это села Автономовка и Верхнеборовая Серышевского района. Также нет проезда еще к 7 селам в Зейском, Михайловском, Архаринском районах. 8 библиотек при Амуре в этом году станут модельными. Их модернизация стала возможной благодаря участию в национальном проекте «Культура». Это позволило обновить пространство, оборудовать отдельные зоны для учебы и отдыха. Как преобразятся несколько учреждений Благовещенска, знает Анастасия Слесарева. Работы по облагораживанию Благовещенской библиотеки имени Бориса Машука начались в 2020 году. Такого масштабного ремонта здесь не было 38 лет. Специалисты уже обновили фасад, стены, заменили электропроводку, системы отопления и освещения. Сейчас завершается укладка на полные плитки. Старый пол и его основание строители полностью демонтировали. Ремонт в основных залах подходит к концу. Впереди финальные косметические штрихи, расстановка мебели и установка оборудования. К слову, уже в октябре. Эта библиотека откроется в новом статусе – модельная. Она будет поделена на зоны, так называемые лаборатории – творческую, гуманитарную, книжную, научную. В творческой можно будет организовывать и проводить различные мероприятия – лекции, литературные вечера, кружки по интересам. В научной с помощью специального прибора «Астропланетария» можно будет изучать звездное небо в любое время суток. Устройство будет проецировать больше 120 тысяч светящихся звезд на стены, потолок и пол. Причем эта библиотека станет первой библиотекой обсерватории в Преамурье. На ее создание потратят больше 7 миллионов рублей. Это библиотека с научным уклоном. Вообще эта площадка станет центром доступной науки. Такое место, где люди самого маленького возраста смогут привыкать к тому, что наука – это не так сложно, как кажется, и что это интересно, и что это очень востребовано сейчас. А это уже детская библиотека имени Петра Комарова. В этом году она также станет модельной. Всего за три месяца рабочим предстоит выполнить довольно внушительный объем работ. Косметический ремонт и зонирование помещений. А пока сотрудники собирают в коробке тысячи томов, которые десятки лет стояли на полках стеллажей. Модернизация этой библиотеки также будет проходить в рамках реализации национального проекта «Культура». Из резервного фонда правительства России для этих целей было выделено 5 миллионов рублей. Здесь можно будет заниматься творчеством, рисовать на грифельной стене. Для наиболее активных посетителей оборудуют шведскую стенку. Посещать библиотеку смогут и дети с ограниченными возможностями здоровья. Одним из самых долгожданных приобретений здесь будет промо-робот. Он сможет самостоятельно передвигаться по помещению и вести с посетителями диалог. Когда писали концепцию, мы мечтали, мы думали, как это будет. И еще в марте месяце мы даже не думали, когда написали, что нам нужен робот. Естественно, что это будет новый работник. Он будет встречать читателей, провожать читателей. Он расскажет историю нашего города, историю нашей библиотеки. Порекомендует книгу, даже, может быть, проведет какую-то викторину. В этом году модельными станут библиотеки не только в Благовещенске, но и в свободном Константиновке-Березовке. Их модернизируют за счет средств федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура». Из региональной казны выделили средства на преображение учреждений в Паярково, Екатеринославке и Новоборейском. Анастасия Слесарева, Иван Сюмак, Амурское областное телевидение. Амурские педагоги смогут круглогодично повышать квалификацию. В Благовещенске в рамках национального проекта образования открылся Центр непрерывного повышения педагогического мастерства. Он стал третьим в России, всего их будет более ста. Как меняется российская школа, расскажет наш корреспондент. Сегодня такие центры есть только в Томске и Красноярском крае. В этих аудиториях амурские педагоги как школьного, так и дошкольного образования смогут пополнять свои педагогические знания, причем не дожидаясь очереди или плановых семинаров. Современная российская система образования меняется практически каждый год, и учитель должен хорошо ориентироваться в новых методах преподавания. Каждый год он разный, потому что дети взрослеют, дети меняются, приходит новое поколение. Поэтому первые классы сегодня совсем не похожи на первые классы, которые были даже пять лет назад. Сегодняшние выпускники совершенно не похожи на выпускников, которые были тоже пять-десять лет назад. Меняется время, поэтому сегодня надо быть, как говорится, в ногу со временем, потом меняются технические возможности. Центр станет областной площадкой, где будут проходить лекции от ведущих российских педагогов. Возможности учреждения позволяют учителям готовить видеоуроки, а через специальную базу можно найти весь методический материал для занятий. Без учителя, без его личного участия в образовательном процессе никакое образование не может быть качественным, не может быть современным, не может быть востребованным. И, что самое главное, не может быть конкурентоспособным. Несмотря на открытие, в центре уже начался образовательный процесс. Первые лекции для руководителей школ Белогорска и ЗЕИ в режиме онлайн читают преподаватели Московского государственного университета. На связи советник министра образования России Виктор Басюк. Тема – как правильно построить работу учебного учреждения. Занятия здесь будут проходить как коллективно, так и индивидуально, с каждым учителем отдельно. Я бы сказала, это один из важных компонентов этой реформы, потому что он направлен на важных субъектов педагогической деятельности. Это, собственно, учителей и руководителей. Пока в России работает три центра непрерывного профессионального педагогического мастерства. В будущем их будет 118. Их планируют открыть в каждом российском регионе. Екатерина Талалай, Юрий Камышный, Станислав Макавич, Амурское областное телевидение. Сотрудники Благовещенского уголовного розыска задержали подозреваемого в квартирной краже. 52-летнего жителя Ивановского района, ранее судимого, задержали и доставили в Благовещенск. С заявлением о краже денежных средств и золотых украшений в дежурную часть отдела полиции областной столицы обратилась женщина, 1988 года рождения. Она сообщила, из квартиры, которую ее семья арендовала на несколько суток, пропали вещи. Полицейские установили, что злоумышленник проник в квартиру через незапертую входную дверь. В коридоре он увидел дамскую сумку, из которой забрал деньги и украшения. Ущерб составил 59 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчину задержали в Ивановке. Он признался в содеянном, пояснив, что золотые украшения продал, а деньги потратил на собственные нужды. Сейчас амурчане находятся под стражей, полицейские проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям. На Амурском газохимическом комплексе начался монтаж ключевого технологического оборудования. Здесь установили первую колонну пиролиза водной промывки. Ее масса – 1500 тонн, высота – более 80 метров. Подготовка к подъему тяжеловесной колонны длилась около месяца. Это время потребовалось для монтажа и настройки специальной системы. Евгений Вдовенко подробнее. Первую колонну пиролиза Амурского ГХК уже называют рекордной. Из-за беспрецедентного веса – около 1500 тонн. Для ее доставки в Амурскую область пришлось строить специальную баржу. Для перевозки по земле – разбирать фрагмент железнодорожного моста. А для установки – в течение месяца монтировать специальную портальную систему. Она позволила избежать рывков и перекосов. И обеспечить высокую точность посадки колонны на предназначенное ей место. Выбор способа монтажа с помощью портальной системы основывался таким образом, чтобы максимально снарядить колонну оборудованием перед монтажом. Таким образом, мы смонтировали площадки обслуживания, дополнительным весом которых составлял 50 тонн. Это минимизирует в дальнейшем строительство лесов и выполнение работ на высоте. Процесс установки колонны тщательно контролировался высокоточными приборами. Подъем и установка тяжеловеса заняли около 10 часов. Это ключевая веха, которая открывает фронта работ для последующих технологических работ. То есть монтаж трубопроводов, металла. И это позволит реализовать проект в требуемые сроки. В этом году на Амурском газохимическом комплексе запланирован большой объем монтажных работ. В том числе установка еще одного сверхгабарита Амурского ГХК. Самой высокой колонны, предназначенной для выделения товарного пропилена. Ее масса почти 1000 тонн, а высота 111 метров. На этот год по установке пироли запланирован монтаж 41 единицы оборудования. 13 из которых колонного типа. Две позиции монтированы с помощью портальной системы. В настоящее время это квенштавер, закалочная колонна водной очистки. И в октябре месяце будет монтироваться С3 сплиттер. Окончание строительства одного из крупнейших в мире газохимических комплексов намечено на второй квартал 2024 года. Производственная мощность предприятия составит 2,3 миллиона тонн полиэтилена и 400 тысяч тонн полипропилена. Евгений Вдовенко, Амурское областное телевидение. 26 августа в Преамуре стартует Международный военно-технический форум «Армия-2021». Он пройдет сразу в трех населенных пунктах – Благовещенске, Белогорске и Екатеринославке. Основные демонстрационные площадки развернут на территории парков «Патриот» в Благовещенске и Белогорске. Первый работает уже несколько лет, второй откроется 26 августа. В рамках форума для гостей проведут экскурсии по воссозданной партизанской деревне, организуют показ техники времен Великой Отечественной войны и театрализованные реконструкции боев. Посетители также смогут увидеть копию Албазинского острога, а на его территории представят экспозицию оружия и другие артефакты. В рамках военно-технического форума пройдет выставка современных образцов боевого вооружения, средств связи и военной экипировки. Цвета флага Преамуре украсят телевышку в Якутии. Красные, белые и синие лучи зажгут в благодарность амурским волонтерам, которые прибыли на помощь пострадавшему от лесных пожаров региону. Вплоть до 6 сентября на телевышке будут гореть цвета разных областей России. Акция благодарности стартовала в регионе 18 августа в честь пожарных, военных и добровольцев из 16 регионов страны, сообщает пресс-служба главы республики Саха-Якутия и правительство республики. Помимо Преамуре телевышку украсят флаги Приморского и Хабаровского краев, а также Бурятии, Еврейской, Новосибирской, Томской, Тюменской и других областей. На ликвидации возгорания сейчас занято более 2000 человек и 280 единиц техники. От Амурской области туда отправились 8 волонтеров. Они будут оборудовать минерализованные полосы и оказывать адресную помощь пострадавшим. И на этом моя работа в студии завершена. Всего хорошего. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин